Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у меня хороший и удачный день. Сегодня у меня выводится цыплята. И вывожу я их в инкубаторе ОВА. Я начну издалека. Этот инкубатор ОВА я получила около двух месяцев назад. И я не стала делать сразу на него обзор, для того, чтобы посмотреть, как он себя поведет в деле. Но знаете, что я вам хочу сказать? Я не приложила никаких усилий, абсолютно никаких, для вывода цыплят. Такое просто не может быть. Такого просто не может быть. Но потому что я просто заложила яйца, налила вот в этот контейнер воду. И я просто забыла. Я забыла про этот инкубатор. И я про него не помнила до тех пор, пока сегодня утром не раздался писк. Я не начала доставать оттуда цыпленки. Смотрите. О, здесь у меня уже целый выводок. Посмотрите, всяких разных. Некоторые, как на сетке, сидят на яйцах. Некоторые уже обсохли. Вот этот цыпленок вывелся самый первый. Здесь у меня Михеленская кукушка. Мараны. Вот в этих коричневых яйцах. Смотрите, этот только вырезает. Вот он. Вот этот вот только-только-только-только. Там проклюнувшиеся. О, и этот у нас, этот у нас Михеленская кукушка. Это у нас опять Михеленская кукушка. Ну, в общем, здесь цыплят полно всяких. Всяких-всяких. И здесь несколько цыплят из моих яиц, потому что нужно было забить простое подпорославство. Я положила свои яйца, сейчас я буду пересаживать их в коробку. Так как крышку я открыла, инкубарку запищала. Это очень удобно, потому что мы не забудем ее никогда закрыть. Потому что, как писк, смотрите, какие комочки, нам не даст этого сделать. Ставим инкубатор в коробку, чтобы тут не было. Ой, посмотрите, а этот только-только проклюнется. Опа, сейчас отстремлюсь. Где твоя голова? А голова-то где у человека? Эй, вылезай. Вылезай, я сказала. Вот здесь голова должна быть, наверное, я так понимаю. Судя по крыльям, да. Вставай. Не орите. Он вылез. Привет. Привет. Да-да-да, сейчас закрою. Наверное, стало скучно. Посмотрите, как интересно в этом инкубаторе лежат яйца. Не ползайте, не орите. Я людям все рассказываю. Смотрите, вот здесь лоток, он вращается сам. Здесь на лотке есть вот такие пластиковые перегородочки. Вот видите, вот они перегородочки. И в них ставятся вертикально яйца. Яйца у меня вот, пожалуйста. Ой, печать. Пусть это сортовые яйца, породистые яйца. А это вот мои. Не знаю, вылезать нет. Честно говоря, я не делала скопирование. Знаете почему? Подумав, что их достать надо потом, если надо от браковочек, оставлять на их место. Очень, что вылезать, тоже вылезать. И результат уже определённый. Попробуем. Ой, а тут пушку тут продлилась. А что ж ты там сидишь? Вылезай. Вылезай. Я отключила сигнализацию, чтобы она вам не мешала. И я хочу вам рассказать. У него здесь вот такой пластиковый корпус, который очень легко моется. Крышка снимается очень легко. Вы сами видели. Вот здесь такое смотровое окно. И очень простая панель управления. Что мне нравится, то что здесь, ну, в общем, можно сказать, что вообще ничего не нужно делать. Достаточно залить воду вот в такой контейнер, про который я вам рассказала. Вот он. Вода. Накрыта крышкой, чтобы не испарялась. И через вот эту трубочку она проходит вниз, под лоток. Там стоит такой поддон с поплавком. Я не буду вам его показывать, потому что здесь у меня лоток сцеплят. Не буду доставать. Потом, когда они выведутся, в общем, я вам достану и покажу. Идет очень понятная инструкция, на самом деле. Даже я поняла. Панель приборов расположена вот здесь, у задней стенки. Сейчас посмотрим поближе. На что я обратила также внимание? На то, что этот инкубатор очень симпатично выглядит. Я думаю, вы обратили внимание. Вот смотрите, здесь панель приборов. Подключается аккумулятор, как к любому нормальному инкубатору. Легко моется. Вся поверхность такая симпатичная. Вот здесь указана влажность, он запрограммирован. Температура, та, которая есть сейчас в инкубаторе, вот вывод идет 56. Вот здесь немножко побольше, потому что только что крышку открывала. Ручной поворот, свет. Вот этими кнопками регулируется ручной поворот лотка. Также можно запарамировать автоматический поворот влажности. Влажность регулируется вот этой заслонкой. Кнопкой ОК отключается звук. Лоток снимается очень легко. Можно также запрограммировать инкубатор так, как нам нужно. То есть настройки сделать под себя. Но я не делала, потому что меня устраивают заводские полностью. Давайте еще посмотрим, что там у нас происходит. Здесь очень понятная инструкция, на самом деле. Видите, лоток у меня немножко повернулся. Сейчас его нужно развернуть в другую сторону. Сейчас отключим сигнализацию. Вот ручной поворот. Вот видите, раз, раз. Вот все, чтобы он стал горизонтальным. Вот теперь стоит горизонтальный, цыпляк никуда не провалится. И знаете, еще хорошо, здесь расстояние маленькое между лотком и сетками. Видите, цыпленок туда не завалится. Если он вылупился из яйца, или вы сами там бегаете, если по яйца, бегаете по поверхности инкубатора, но он не провалится. Вот такой вылуп идет. Ну, в общем, ребят, хороший инкубатор, правда. Хороший, легко моется. Вот этот поддон легко моется. Сам инкубатор так же так моется. Смотрите, вот здесь двойное стекло. Видите, снаружи и изнутри. Пластиковое все. Я вообще не знаю, каких много проблем у меня не было вообще. Я заложала яйца, еще раз говорю, я про них просто нахуй что забыла. То есть этот инкубатор как раз для тех, кто не любит возиться. Я как раз из таких людей, мне он очень понравился, правда. Я буду еще закладывать в него яйца, если мне придется. Оставлю его, естественно, себе. Хороший инкубатор на самом деле. В общем, если коротко, понравился мне инкубатор, на самом деле буду я в нем еще выводить. Ну, просто, можно сказать, исключительно полезная вещь для дома. Если вам попадется такой, смело можно брать. Но я проверила, я в два месяца молчала, можно сказать, проверяла его работу. Никаких нареканий не вызывает. И, насколько я знаю, так просто его не приобретешь. Сейчас как раз не сезон. Если вам нужен нормальный инкубатор, то вполне подходящий вариант. Напоминаю, звать его Ова. И, конечно, ссылку на этот инкубатор я вам оставлю под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok